Здравствуйте, дорогие! В конце 18 века во Франции произошла французская революция, благодаря чему различные сословия сравнялись, и широкий перенолин тонул в топку, и вышел великолепный ампир. В это время на престол вошел Монопарт и его возлюбленная Жозефина, который очень нравился период Эллио, греков, римлян. И вдохновленная этим чудесным периодом, она свои образы сделала именно такими, воздушными, легкими, как я. Отличительной чертой ампир были прямые платья, короткий лифт, который обрамлялся шелковой левой. Рукава-фонарики, обязательно атрибуты были перчатки, также были совсем скромные туфельки, без каблучков, но обязательно была ленточка. Волосы завивали в мягкие локоны, также угошали ленточкой и подбирали за пыль. Все было очень легко и воздушно, никаких принуждений. Также дама не могла выйти в свет, не одев жемчужного ожерелья. Считалось очень дурным тоном выйти в свет из-за жемчужного. Платья были прямые, подчеркивали фигуру и струи испателы. Но, к сожалению, после того, как Наполеон получил поражение в России, эпоха Наполеона ушла. И пришла мода романтизма и дермания. Это эпоха, которую мы знаем все. Это эпоха Пушкина и Натальи Конченовой. Добрый вечер. Добрый вечер. Когда свергли Наполеон, ушел ампир, как сказала Анна Филипповна. И пришла прекрасная эпоха и дермая. Талия возвращается на свое естественное место. Плечи становятся широкими. Пышная рукава, узкая талия, широкий калиналин. Узкая талия, осиная. Самый модный силуэт середины 19 века – это песочные часы. Но дамы все разные. Есть полные дамы, есть дамы худые. Все дамы разные. И всем нужна осиная калия. И где же нам ее взять? И что же нам делать? На помощь дамам пришли ловкие и хитрые модельеры. Что они придумали? Они придумали великолепные, роскошные рукава. Очень широкие у плечей и узкие у запястья. Этот рукав назывался бараний окров или жигов. Что еще? Какая ловка. Это были огромные кринолины. Просто гигантские. Три метра в диаметре. И это было нормально для больных платьев. Естественно, не для визитного. И вот представьте. Огромные плечи. Огромные рукава, под которые надевались пышные подрукавники, набитые пухом. Огромные кринолины. А посередине узенькая талия, путянутая корсетом. И любая, даже самая пышная дама, казалась прекрасной и очень стройной. Вальные платья невозможно было надеть на светский раут и на вал без перчаток. Это было абсолютно неприлично. Но что делать, если у дамы богатая коллекция перстней, колец? Как же дамы выходили из ситуации? Очень просто. Они накидывали на обнаженные руки и плечи шали и могли демонстрировать свои украшения. Шали остались еще с прошлой эпохи. Шали были из кружева бельгийского или французского. Или дорогие палантины из индийского кашнира. Эти палантины остались еще от императрицы Жозефины. Обувь по-прежнему оставалась на плоском ходу атласной туфельке и листом к лайковой кожи. Спасибо. К сожалению, после гибели Пушкина уже к 60-м годам мода на гринолины ушла в силу того, что... Портрет Натальи Пушкина, который делал себя стеной талией, запечатлен еще с тех времен и эпох. И, пожалуйста, еще следующий кокадр. О чем мы и говорили? Осиная талия при таком гринолине будет у любой женщины, независимо от ее полноты и размера. Но, к сожалению, это было не очень удобно. Если вы заметите даже на карикатуре, что чашечку кофе надо было подавать на большой, лопаточки с длинной, с длинной ручки. Иначе просто до нее дотянуться было нельзя. Поэтому, конечно, это было не совсем удобно. И уже в 60-70-е годы 19 века мода уходит на гринолины и возвращается немножко более спокойная, не такая пышная. Но появилась такая мода, называлась фасон. Женщина должна была выглядеть как уточка или же английская буква «С». Что это значит? Добрый вечер. Во второй половине 19 века ушли под седу и гринолин. И вошла мода на силуэт кулачка. Появились турниры. Не секрет, что мужчинам всегда нравится, когда у женщины есть здесь и здесь. Ну а если нет, что же делать? Нужно искать выход. Выход нашел мужчина, французский модельер. Он увидел однажды служанку, которая подметала пол. И для удобства она заправила ее сзади. И судя по всему, ему вид сзади очень понравился, и возникла идея турнира. Турнир представляет собой подушечку, которая была набита женским волосом, соловой или ватой. Женщины одевали ее ниже талии, под платье, и таким образом появлялось то, что было добавлено, то, что нравилось. Женщины одевали ее ниже талии, под платье, которые были в турнире. Турнир эпоха их продлилась недолго, около 20 лет. И исчезла с развитием железных дорог и трансовика. Потому что сидеть в турнире было крайне неудобно. По этому поводу мужчины много шутили. Рисовали крикатурии, шутили над женщинами. И как они только не забавлялись. Пожалуйста, следующее. Был такой чудесный крикатура, где они придумали назначение. Тут было с ним женщина. Но можно поставить рюмочку сюда, а чашечку кофе в другое место. Было очень удобно. Тут турнир называли «Скулфу». Именно так мужчины слышали шелест шелковых тканей, когда женщина вне конца. И была очень популярная письмка, смысл которой сводился к тому, что шелест женской юбки способен покорить мужскую душу. Ну, как видите, всегда есть такие хорошие мужчины, которые называются модельерами, которые приходят на помощь женщинам, потому что... Продолжение следует...